Алла. В болгарской, македонской и сербской мифологии дракон или змей. Обладал огромной силой. Повелевал дождевыми тучами и градоносными облаками. Насылал бури и ураганы. Уничтожал пассивы и фруктовые сады. Падал на землю в виде густой мглы или тумана, препятствовавшего созреванию хлеба. Аллы раздавали между собой в волшебный жезл и старались проразить друг друга ледяными пулями. Тогда сверкала молния и бил град. Каждый Алла оборонял свои угодья от нападения других. Алла нападала на солнце и луну. Занял их своими крыльями. Тогда происходили затмения. Старался их пожрать. Тогда от укуса Аллы солнце, обливаясь кровью, краснело. Когда Алла был убежден, вновь начинала сиять. Потом больших праздников Аллы водили хоровод, коло, от которого поднимался вихрь. Человек, захваченный таким вихрем, сходил с ума. Алла имела тудующе длиной в 5-6 шагов и тучиной человеческую ляжь с крыльями под коленями. Иногда за несколькими головами или огромной головой, которая находилась в облаках в то время, когда его хвост касался земли, у него было 6 крыльев и 12 хвостов. Изредка Алла принимал обличие орла или огромные ящерицы с собачьей головой и с крыльями. У восточных сербов и западных болгар называются также Халла. Сходен с македонским ламя, алчным и кровожадным чудовищем, требующим человеческих жертв, живущим у источников либо в пещерах и охраняющим клады. Дракон Алла – один из слуг Чернобога. Упоминается в древнерусских сказаниях. С Аллами боролся с святой Илья. Если раненый Алла падал на землю, люди могли его приручить и превратить в своего защитника. Для этого следовало отпаивать Аллу из подойника или ведра.